На эту тему мы могли бы снять веселый танцевальный ролик. Хотите стать журналистом? Приходите, поступайте на журфак, журналистика, профессия будущего и так далее. Но раз мы говорим о вашей жизненной стратегии, о тех планах, которые вы строите, о выборе профессии, вот это вот быстрое принятие решений, спонтанное принятие решений, это не совсем то, что вам нужно. Давайте посидим спокойно, разберем несколько ракурсов этой темы. Берите чай, располагайтесь поудобнее и поговорим. Первый вопрос, на который принципиально важно дать честный ответ. А вы уверены, что именно журналистика? Потому что под словом журналистика люди, которые не знакомы с этой индустрией, они понимают огромный список специальностей, которые в реальности к журналистике не имеют никакого отношения. Один из самых распространенных стереотипов. Девушка приходит поступать на журфак, и ее на творческом собеседовании спрашивают, а кем ты видишь себя в этой профессии, в этой специальности? И она говорит, я буду читать новости или я буду вести прогноз погоды. Вот это классическая ошибка, потому что ни диктор в кадре, ни человек, который ведет прогноз погоды, к журналистике не имеют никакого отношения. Что нам нужно для того, чтобы работать в кадре? Нам нужно уметь это делать, нам нужно иметь грамотную речь. Ну, наверное, такой профессиональный навык, как умение читать с телесуфлера. Но это скорее театральные навыки, это скорее умение вести себя в кадре. То, чему тренируют в модельных школах, в школах блогеров, в школах видеосъемки. Совершенно необязательно иметь квалификацию журналиста, чтобы в кадре работать. И поэтому, если вы посмотрите на телевидение и посмотрите, какие разные люди там работают в кадре, вы увидите, что это бывшие КВНщики, это люди из театральных вузов, это люди, которые умеют работать с визуальным контентом. Но это не те, кто создает этот контент, кто придумывает эти слова, кто редактирует, кто интервьюирует других людей, чтобы получить от них информацию. То есть, если у вас есть мечта, и вы видите себя как человека, работающего в кадре, то скорее вам нужна профессиональная школа, которая будет давать именно вот такие навыки, нежели вам нужно идти на журфак. Почему важно определиться с этими специальностями, и почему важно копать глубже, чем вот это автоматическое, если я хочу работать на телевидении, мне срочно нужно идти на журфак. Потому что, когда вы придете на факультет журналистики и увидите те предметы, и увидите те задания, которые вам нужно будет учебные выполнять, и это будет не совпадать с вашими ожиданиями и с вашими мечтами, вы разочаруетесь в специальности очень быстро. Дело не в том, что журналистика плохая, или вы как-то в этой профессии не нужны. Нет, вопрос в том, что неадекватный был сделан выбор, вы пошли не на ту специальность, о которой, собственно, мечтали. Каким образом выяснить, что вы хотите, как вы хотите, и нужно ли вам поступать на журфак? Я всячески рекомендую пробовать делать это задолго до поступления. Условно, с 8, 9, 10, 11 класса пробовать различные способы создания контента. Попробовать нащупать, что приносит вам удовольствие, чем бы вы хотели заниматься дальше. Если вам нравится писать тексты, мы об этом еще отдельно поговорим. Совершенно не обязательно, кстати, тоже идти на журфак, если вы любите что-то писать. Если вам нравится работать в кадре, попробуйте пойти на стажировку, на какие-нибудь курсы, на какие-нибудь школы, медиасмены, которых очень много сейчас есть. И попробуйте поработать в кадре, почувствуйте, как это. Вы чувствуете себя комфортно, вам нравится этим заниматься, вам хочется в этом направлении развиваться. Еще один способ, который я всячески рекомендую, это читать титры. Если вы смотрите сериал, если вы смотрите кино, вы знаете, что в конце есть титры, или в Википедии, на кинопоиске, везде, где есть данные о том, кто создал тот сериал или тот фильм, который вам нравится, там всегда есть люди, которые его создавали. И в этих списках всегда есть название профессий. Звукорежиссер, оператор, оператор-постановщик, редактор. И вот эти все специальности, они существуют и на телевидении, и в этом киносериальном производстве. Чем глубже вы разберетесь, какие разные специальности бывают, чем они отличаются, чем конкретно занимается человек по этой должности, по этой профессии, тем точнее вы сможете выбрать, что вас привлекает в данный период жизни. Следующий страх, который обычно возникает, ну вот если я сейчас не поступлю, я в эту среду никак не попаду, я очень сильно хочу работать в медиа, но без образования туда никак не попасть. Это тоже иллюзия, это тоже стереотип. На самом деле в медиа и в СМИ, и опять же, и в кино, и в сериалах работает огромное количество людей, базовое образование которых совершенно далеко и от журфалков, и от киношкол, и от медиашкол и так далее. В отличие от хирургии, в отличие от адвокатуры, в медиа вы можете прийти абсолютно с любым базовым образованием и в любом возрасте. Есть люди, которые были учителями, потом стали радиоведущими временно, потом переквалифицировались полностью на радиоведущих, потому что им понравилось, и это их стало и профессией. Кто-то раньше был микробиологом, потом пошел работать помощником режиссера, потом ему понравилась режиссура, и сейчас человек совершенно спокойно работает на телевидении, опять же, по режиссерской специальности. Совершенно не обязательно работать в медиа, только имея журналистский диплом. Иногда я говорю, что моя миссия – это отговаривать людей поступать на журфаки. И не потому, что я желаю зла журфакам. Нет, не желаю. Моя задача, во-первых, помочь вам сориентироваться и не потратить зря то время, которое вы можете зря потратить на журфаке, просто ошибившись с выбором. А с другой стороны, я играю и на стороне вузов, потому что те люди, которые приходят туда, которые приходят туда учиться, если они разочаровываются на первом курсе, ну, представляете, какая грустная атмосфера может быть на факультете. Чем больше людей, которые действительно хотят заниматься журналистикой, поступают на журфаке, тем сильнее будет группа, тем сильнее вы будете друг друга переобучать, тем сильнее будет выпуск, и тем больше вами будут гордиться, и вы сами собой будете гордиться. Но в первую очередь, конечно же, я играю на вашей стороне, потому что моя миссия и моя задача – помочь вам сориентироваться в мире медиа и найти ту специальность, найти ту профессию, написать список тех навыков, которые позволят вам достаточно быстро и эффективно попасть в эту индустрию и добиться там успеха. Еще одна картинка, которую я часто вижу. Очень часто девушкам нравится писать сочинения, и учитель литературы и русского языка говорит, «Тебе точно надо поступать на журфак». Не факт. Потому что журналистика – это не про складное написание текстов, и уж тем более не про сочинение, не про придумывание каких-то текстов. Журналистика основывается на документальных фактах. И хороший журналист, качественный журналист – это человек, который умеет хорошо коммуницировать с людьми, общаться с ними, который не боится незнакомых людей, который задает вопросы, у которого любознательность и вот такой вот взгляд на мир – «А, покажите, как это все устроено мне, это безумно интересно». То есть журналистика – это про поиск информации, про запрос информации, про взаимодействие с очень разными людьми. И если внутри нет вот этого вот желания и познания, и любознательность, и любопытство, то очень тяжело в этой профессии быть. Да, есть некоторые специальности, которые, как называется, нужно сидеть на попе ровно и анализировать данные, мы про них отдельно поговорим, есть такие направления в журналистике. Но в основном все-таки журналистика – это про общение с другими людьми. Вы можете делать ошибки грамматические. Будет корректор, будет редактор, вы, может быть, поднимете свой уровень написания текстов. Но если у вас нет вот этого вот драйва, «А, чем разные люди занимаются, мне хочется в этом во всем разобраться», то вот этот драйв невозможно не воспитать, не развить, этому невозможно научить. Вот этот внутренний драйвер, эта внутренняя батарейка, она должна в вас быть, чтобы вы были в журналистике успешными. Так как журналистика построена на фактах, то очень многие привычки, которые мы приобретаем в школе, к сожалению, они не подходят для этой профессии. Например, в журналистике вам не поможет плагиат, не поможет что-то списать, откуда-то переписать, как-то скомпилировать из нескольких запчастей. Настоящая журналистика – это добыча информации. Ниоткуда списать. Нет такого готового текста, который вы просто отрерайтили, поменяли буковки «О» на нолики и тем самым прошли антиплагиатовскую проверку. Журналистика – это про добычу информации. Вы идете к человеку, задаете ему вопросы, он вам что-то отвечает, вы это записываете, редактируете, публикуете, и после этого всякие нехорошие люди начинают у вас это все копипастить. Но вы, как журналист, являетесь тем человеком, который наблюдает, который работает с сырыми документами, который работает с живыми людьми и, собирая историю вместе, публикует уже материал. Тогда он становится авторским материалом, и тогда это называется журналистикой. На большинстве журфаков, кроме ЕГЭ, вы проходите творческое собеседование и написание творческого сочинения. Давайте мы сейчас сыграем в это творческое собеседование. Я буду задавать вам вопросы, а вы либо вслух, вот там, за кадром, либо мысленно у себя будете на эти вопросы отвечать. Первый вопрос я уже задала. Вы уверены, что именно журналистика? Попробуйте сформулировать свой личный ответ, аргументированный, почему вам кажется, что журналистика это именно та специальность, по которой вы хотите и учиться, и дальше работать. Вопрос второй. Что вам интересно в этом мире? Помните, я говорила, что для журналиста очень важно и интересно узнавать, как этот мир устроен, как разные люди что в нем делают, и вот эта вот нацеленность на внешний мир очень важная часть этой профессии. Что вам интересно? Стандартные ответы очень многих людей на творческих собеседованиях. Мне интересен спорт. Как много разных видов спорта есть в мире. Поэтому хороший ответ на это. Вы говорите, какой конкретный вид спорта, какой вы последний чемпионат смотрели, за какой командой вы следите, либо за каким спортсменом вы следите. Если нет вот этого погружения в конкретику, если вы не можете конкретно рассказать, что происходит в сфере вашего интереса, это подозрительный звоночек. Если вам интересен бадминтон, расскажите что-то интересное про этот бадминтон. Да, совершенно не обязательно человеку, который проводит с вами творческое собеседование, совершенно не обязательно он будет специалистом. Он точно не будет специалистом в бадминтоне. Попробуйте заразить его своей страстью. Если вам действительно что-то нравится, следовательно, должно быть, «Сейчас я вам расскажу, там такие классные штуки!» И это тоже признак потенциально очень классного журналиста. Вам что-то интересно, вот прямо до слюны интересно. Вы погружаетесь в это, вы узнаете факты, вы узнаете конкретику, и вы можете про это вдохновленно рассказать. Начинать можно совершенно с любой сферы. Самое главное, чтобы она действительно была вам интересна. Только, пожалуйста, не надо говорить, что я хочу писать о культуре. О какой культуре? О филармонии? О народном пении? О трансформации библиотек в каворкинге? О пропаганде чтения? О чем в этой культуре? О музеях? О мультимедийных технологиях, которые сейчас проникают в музейную сферу? О чем конкретно? Если не будет вот этой конкретики, следовательно, все ваши тексты и все ваши видеосюжеты, которые вы будете снимать о культуре, это будет набор общих слов, воды, совершенно неинтересных историй. Журналистика – это про конкретику. Вы знакомитесь с конкретными людьми, которые чем-то занимаются, вы узнаете, вы рассказываете людям, своей аудитории, о конкретных людях, которые делают что-то выдающееся. Если вот этого внутри нет, даже в каком-нибудь маленьком зерне, вы разочаруетесь и в журналистике, и в обучении, и в себе в этой профессии. Вам это надо? Зачем мы тратим на это время? Посмотрите на список различных социальных сфер. Вообще, я сделаю PDF-ку, и вы сможете ее скачать в описании. Посмотрите на этот список сфер человеческой деятельности. Что вам интересно? И не смейтесь над словом ЖКХ. Потому что, если вы посмотрите Варламовский блог, то вот эта вся урбанистика, как должны правильно быть сделаны газоны, чтобы дорожки сами себя омывали, это тоже может быть журналистика, это тоже может быть большим направлением, в котором есть смысл развиваться, про это говорить, про это писать. Есть огромное количество людей, которые на этом делают бизнесы, и там много новостей и тем для ваших материалов. Поищите, если вам интересен космос, если вам интересен балет, если вам интересна альтернативная энергетика, огромный список, что в мире происходит. Ответьте максимально конкретно, в первую очередь для себя, а затем вам легко будет ответить на этот вопрос, когда его зададут на творческом собеседовании. Следующий вопрос, который мы обязательно себе задаем. А сделал, сделала ли я что-то, чтобы испытать себя, попробовать, подходит мне эта профессия или не подходит. Очень многие люди приходят на собеседование на журфаке с позицией, вы меня здесь научите писать. Нет. У вас будет огромное количество разных предметов, которые вы будете изучать, у вас будет масса практических заданий, которые необходимо будет делать, но учить писать вас на журфаке не будут. Испытайте себя, попробуйте создавать контент на регулярной основе, но только журналистский контент, не рерайт, не стихи, не литературные произведения, потому что это все не журналистика. Факты, конкретные люди, конкретные публикации. Например, вы знаете, что у вас в городе есть секция моделистов, ребята, которые делают с нуля фрегаты из дерева и запускают их по реке. Ну, вот я просто придумала. Наверняка в вашем городе есть что-то не менее восхитительное и интересное. Договоритесь с ними с нуля, позвоните туда и скажите, что я хочу написать про вас репортаж или про какое-то ваше событие. Придите, познакомьтесь, поговорите с этими людьми, возьмите у них интервью, сделайте фотографии, запишите фрагменты видео, попробуйте из этого сделать пост просто у себя в социальной сети. Не надо нести его ни в какую газету, ни на какое телевидение. Потренируйтесь просто для себя. Посмотрите, сколько времени у вас это займет. Задайте себе вопрос, насколько вам страшно звонить, насколько вам страшно знакомиться с незнакомыми людьми. Вот это вот все. Почувствуйте на себе вот эту практику по работе журналиста. Конечно, проще, когда вы под руководством какого-нибудь эксперта. Пойдите в подростковую газету, пойдите в молодежную газету. Там люди уже привыкли к тому, что к ним приходят молодые люди, которые хотят потренироваться. Можете получить этот опыт не самостоятельно, а вместе с редактором или вместе с каким-то экспертом, медиапедагогом. Может быть, будет проще, может быть, сложнее, потому что там не всегда принимаются те темы и те идеи, публикации, которые, может быть, интересны вам. Но в любом случае, до того, как вы подаете документы на поступление, получите опыт создания реального журналистского материала. Сделайте репортаж, сделайте интервью, что-то снимите, сделайте фотографии либо видео. Без этой практической работы вы не поймете, хотите вы этим заниматься хотя бы ближайшие лет 7, или это вам надоест очень быстро. Ну что, чай, наверное, уже остыл или кончился. Это наш только первый разговор на эту тему. Если на какие-то вопросы я в этом видео не ответила, пишите их в комментариях, это будет основой нашего следующего видео. Если у вас есть какие-то ссылки на ваши работы, на ваш опыт журналистский, тоже их публикуете, хотите, если мой фидбэк, мою обратную связь, просто ее запрашивайте, я вам обязательно в комментариях отвечу. Есть очень много разных медийных специальностей. Моя задача сориентировать вас в них и попробовать помочь вам, если вы этого хотите, найти вашу именно личную, персональную, профессиональную дорожку. Мы будем встречаться с разными людьми, которые выбрали разные медийные профессии, у которых по-разному сложился их творческий, профессиональный путь. Мы попробуем у них получить советы, рекомендации, какие-то лайфхаки, которые помогут вам найти то, что действительно вам поможет самореализоваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!